Всем привет! Сегодня я хотел бы поговорить про свой состав FIFA 23, который я собрал буквально вот вчера. Я себе фармил монеты изо дня в день и понял, что сейчас тот самый момент, когда мне нужно покупать состав. Да, я, возможно, побоялся рисковать и ждать по поинце, когда все вскроют, тогда могут цены просесть. Но я боюсь, что цены просто взлетят в космос, и я не смогу не купить ни одного игрока за свои условно там 60-70 тысяч монет. Поэтому я сегодня покажу свой состав, разберем каждую позицию, поговорим немножко про сыгранность. Ну что, начнем. На воротах у нас расположился Нету, вратарь, который перешел вот в этом сезоне в Борнмут, и он открыл немножко больше линков, особенно на старте. У меня не хватило монетно-словного Эдерсона, который бы мне лучше, да, дал сыгранность, но такой вариант тоже неплох, и я решил его поставить. Стоит он чисто для сыгранности. Справа в защите стоит Пабло Мафео. Почему он? Просто по самой простой и банальной причине он не выпал из пака. Он антрейд, я не могу его поменять, но что я могу о нем сказать? То, что у него для старта очень хорошие скиллы, условный пейс 87, для самого старта, да. Защита под 80, физика 74, на него якори кидаешь и все, и это просто топ защит. Один из центральных защитников это Аканжи, Мануэль Аканжи. Хороший разгон, хороший спринт, и он мне опять же нужен для сыгранности, под биста, который уже был в одной из других сборок на моем канале, но к нему мы перейдем позже. А про Аканжи что сказать? Хорошая защита, физика, скорость, это все, что нужно защитнику. И рост. В центре защиты также стоит у нас вариант такой более-менее под сыгранность, подбивал, опять же, ради другого биста, да. Защитник выглядит примерно так же, как и Аканжи. Средний, хороший защитник на уровне старта игры, без переплаты. Может быть где-то по модельке будет проседать, но посмотрим. Это уже нужно смотреть в игре. Если мне не понравится, придется его убирать. Немножко менять состав, но куда деваться. На позиции левого защитника у нас стоит Маласия. Просто гениальный защитник в том плане, что для АПЛ это лучший вариант. И у него есть хорошая скорость, хороший деф, хорошая физика. И я его урвал за 4000 монет, и сейчас он вообще пропал с рынка. И я не удивляюсь, потому что альтернатив просто очень мало. Я просто взял эту позицию, искал на нее игроков, и вот нашел Маласию. Я думал из-за его рейтинга, то что он низкорейтинговый, и скоро, скорее всего, в паках будет падать всем. Но я даже эту потерю, мне кажется, на старте прощу. Я лучше 27-го числа выйду этим крутым составом, буду уже хорошо играть, нежели буду что-то пробовать менять, и не буду находить свою игру. На правом фланге атаки у нас распускается Лукас Моура в схеме 4-4-2. Я долго думал, покупать ли мне Энтони вместо него, или не надо. И я вот решил, что Энтони левша, левша на правом фланге. То есть мне не особо подходит с его слабой 3 звезды, хоть и 5 на финтах, да. И я подумал, зачем мне переплачивать 10 тысяч монет на старте, если я могу купить Лукаса Моуру, которые были бюджетные, и... Опять же, с 4-4. Я решил купить его. Я решил остановиться на нем. 5 тысяч монет. Без лишних затрат. По мне очень хорошая карточка, и удар хороший, и скорость хороша. На старте то, что нужно. Переходим к центру поля, и у нас тут Закария. Опять же, трансфер. Хорошо бежит. Конте на минималках. Безумный хороший опорник. Чисто оборонительные действия он сможет спокойно выполнять. Если нужен в атаке человек, то это уже не к нему, конечно. Но оборонительные действия, именно опорную зону защищать он сможет. Больше, чем уверен. И опять же, этот игрок всего 10 тысяч монет стоит. В паре с ним стоит Эмри Джан. Опять же, этот человек был в прошлой сборке. Я его взял за 5 тысяч монет. В итоге он уже стоит 9200, а то и десятку будет стоить буквально вот-вот. Почему? Потому что альтернативы просто такой карточки за те же 5 тысяч не было. Нету. Она стоит безумно мало. Причем это игрок на ЦЗ, на опорника, на ЦМ, с почти всеми статами 80+. В прошлой FIFA тот же Фанас стоил со всеми статами 80+, да? Примерно с похожими характеристиками. 270 тысяч. Вот этот игрок стоит просто 5. Просто 5. На левом фланге атаки у нас расположился Ансу Фати. Преемник Леонелемесси, может кто-то сказать. Опять же, 4-4. Высокий хайрейт в атаку. Хорошо. Хороший финишинг, хорошая скорость. Просто безумная карточка. За 3 тысячи монет. Тут, я думаю, даже останавливаться не стоит. Эта карта стоит этих денег. И мы переходим к атаке. К самому главному. Один из наших нападающих это Memphis Depay. Очень крутая карточка. Хоть Викфут 3 звезды, но я помню, что Феям играли. И играли неплохо. С правой ноги он может завершать много моментов. Условно, он будет играть постоянно справа и бить в дальний угол. Ему большего и не надо. 5 звезд на финтах. Это то, чем вы можете постоянно под правую ногу убирать. То есть, условно, бежит он там под левую. Сделал эластик, а уже он мяч под правой. И ты можешь с правой там бить Финес. То есть, все абсолютно просто. Все его характеристики говорят просто о том, что он хороший игрок. Опять же, покупал его дешевле. Он сейчас подорожал. Уже опять начинает набирать потихонечку в цене все игроки. Потому что у людей появляются монеты. И перехожу к последней позиции страйкера. Это Пьер Эмерик Абумианг. Он у меня играл в прошлой FIFA. Очень круто играл. Я его сейчас купил от немножечко безысходности. Я взял себе Малина за 12 тысяч монет. Не подумал вообще совершенно. Взял под сыгранность. И понял, что, по сути, когда обновят диапазоны, и он просто упадет до 4-5 тысяч. Тут я уже проиграл. Тут я уже ничего вернуть не смогу. Но что я действительно смог, это купить другого нападающего. Купил я Абумианг за 10 тысяч монет, по-моему. И мне кажется, это окупится. Потому что хороший разгон. Спринтерская скорость. Хорошее завершение. 87. 4-4. Да, рост. Где-то он по балансу проседает. Но это старт игры. Тут есть у всех игроков минусы. И если обращать на вот этот минус, там, условно, в балансе 67. Да, то как вообще играть бюджетными ребятами? Плюс я его купил на продажу. То есть, если он сейчас, условно, стукнет двадцатку тысяч, то я окажусь в профите. Это как раз и стоял выбор, купить Энтони или Абумианга. Надеюсь, я не прогадал. Вот так выглядит мой состав полностью. Почти все на фулл сыгранности. Единственное, Шлаттербек, Джан и Мафио. Не на полной сыгранности. Но тут уже надо менять Джана, менять Шлаттербека. Додумывать что-то испанцами. Но я не стал так делать. Решил все-таки затестить эти карточки все. Мафио тоже не стал убирать. Очень крутая карта. Это, мне кажется, с хорошим потенциалом. Поэтому, я думаю, я начну 27-го числа играть этим составом. Если, опять же, там не выкатят никакой из бычей, мне не выпадет 5 Леона или Месси. То, в принципе, я вот этим составом буду играть. И надеюсь, что буду побеждать хоть кого-то. Такой состав стоит примерно 70-75 тысяч монет. Буквально вчера он стоил там 60. Но уже цены пошли вверх. Он уже начинает дорожать потихоньку. Но я никого продавать не буду. Еще раз повторю. Буду играть этим составом 27-го числа. В общем, что. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Посмотрите, у меня есть другие сборки состава. Может, вам приглянется более бюджетный вариант. Возможно, я сниму также состав очень дешевый. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok